А теперь салон. Это что у нас салон? Салон? Тони. Так, пошла. Преподаватель крымско-татарского языка Афизея Мирамзаева повторяет с учениками правила орфографии. Дети путаются в кириллице и латинице. В крымско-татарском используется и то, и другое. А еще у многих разные диалекты. Кто-то из семьи южнобережных крымских татар, кто-то из семьи северных. Афизе признает, конечно, со всем этим нелегко. К тому же не хватает материалов. В книжных магазинах Украины нет стендов с литературой на крымско-татарском. Хочешь купить журнал, книгу или пособие – обращайся к сарафанному радио. Но Афизе не жалуется. У нас говорят «тама-тама голеллар», то есть капая-капая будет озеро. То есть в том понятии, что даже вот это маленькое, то, что нам дали возможность изучать родной язык, это все равно большой-большой плюс к тому, что сейчас, что я знаю. Потому что учителя все работали, они душу вкладывали во все занятия наши. И сценки были на крымско-татарском. Родители же не могут постоянно с тобой находиться и дать тебе, как это сказать, в полном объеме знания языка. Здесь, в крымско-татарском культурно-образовательном центре, до аннексии занимались не более десяти семей. Сейчас детей более полусотни. Их количество все время растет. После каждой волны задержания и арестов в Крыму, сюда, в Киев, едут новые семьи. Насколько тут возможно сохранить язык, очень сложно. Особенно для детей. Потому что моментом теряется среда, моментом теряется вообще окружение. Дети все поменяли школу. У детей нет связи с родственниками. И получается, занятия в нашем центре, это на сегодняшний день единственное, где готовятся сказки, готовятся постановки, готовятся очень много разных мероприятий. Все эти мероприятия проходят на языке. Уроки крымско-татарского языка, музыки и танца проходят в Киевской школе номер 165. Руководство школы открыло двери без лишних вопросов и разрешает проводить столько занятий, сколько нужно центру. Анифе Куртсеитова говорит, что очень за это благодарна. По ее словам, власть много говорит о крымских татарах, но больше внимания и помощи они получают от простых граждан и активистов. На лингвистической карте Украины крымско-татарский язык появился в начале 90-х. Крымские татары, 70% которых жили в Узбекистане, стали возвращаться на родину, в Крым. В момент депортации, 18 мая 1944 года, их язык в одночасье лишился сразу всех социальных функций, кроме одной, бытовой. Вдали от дома оставалось одно – держаться вместе и общаться. Полвека ссылки нанесли языку огромный ущерб. Он был изгнан даже с географической карты Крыма. Указом 1945 года сотни крымско-татарских названий, каждая из которых говорила что-то о городе или деревне, были заменены на безликие советские. Это были настоящие топонимические репрессии. Именно поэтому сейчас многим детям крымских татар приходится, по сути, учить собственный национальный язык. Когда-то доучивать его пришлось и украинскому режиссеру, актеру крымско-татарского происхождения Ахтему Сейтаблаеву. Его семья, как и тысячи других семей крымских татар, частично утратила язык из-за депортации. Я еще жил в таком достаточно особом городе, Янгиюль. И там были и дальневосточные корейцы, и поволжские немцы, и чеченцы. По большей части были крымские татары, если говорить о таком компактном этническом составе. Язык между этническими группами, общение был русский. Когда Ахтем поступил на актерский факультет, понял, одного понимания родной речи уже недостаточно. Нужно свободно владеть языком. Свой фильм «Хайтарма» о событиях 44-го года режиссер снимал частично на крымско-татарском. Говорит, если замахнуться на ленту полностью на родном языке, актеров хватит. Очень много слов в украинском языке нынешнем. Это тюркские или крымско-татарские языки, начиная со слова «майдан». И тютюн, и бочка, и штаны, и козак, и даже слово «хохол», которое перекладается с тюркской мовы, с тюркского языка, как «сын неба». Интересные факты о крымско-татарском любит рассказывать ученикам Халисе Зенедин, телеведущая, молодая преподавательница из Крыма, сама еще студентка. Халисе переехала в Киев в 2014 году. Знакомая семья попросила заниматься с детьми. А потом к Халисе стали обращаться и взрослые. Она сама придумывает уроки, импровизирует, включает в занятия игры. Но всего этого катастрофически не хватает. Хотелось бы проводить какие-то клубы по просмотру фильма на крымско-татарском языке, либо сериала. Я всегда думаю, очень круто было бы перевести сериал «Друзи» на крымско-татарский язык, так как он очень легкий. Если бы был подобный материал, на все нужно время. У меня, если честно, очень большое количество идей по созданию сборников, видеоматериалов. Один из любимых ресурсов Халисе – фильмы и мультфильмы. Крымско-татарский телеканал АТР в свое время дублировал много популярного кино и мультиков. На крымско-татарском заговорил даже Карлсон, который живет на крыше. Крымско-татарский телеканал АТР в свое время дублировал много популярного кино и мультфильма. Правда, все переозвученные мультфильмы Халисе уже показала ученикам несколько раз. Нужны новые. А еще у нее есть мечта – увидеть в книжных магазинах все мировые шедевры, переведенные на крымско-татарский язык. Халисе верит, что когда-нибудь так и будет. Ведь одна ее мечта уже сбылась. Она стала видеть сны на крымско-татарском и была так счастлива, что не хотела просыпаться. Субтитры создавал DimaTorzok